Добрый день на телеканале Татарстан 24. Главное за неделю. С вами Ирина Субеева. Не ехать за границу, поберечь нервы и деньги, посоветовал россиянам на неделе глава Роспотребнадзора. Анна Попова призвала жителей страны провести новогодние праздники дома. Туристы рискуют заразиться новым омикронштамом, а также остаться в стране отдыха на неопределенный срок из-за возможного закрытия границ, отметила она. В четверг в России объявили о вводе 14-дневного карантина для прибывающих из ЮАР и соседних стран. О том, чем опасен новый штамм и какие меры могут ввести еще, мы говорили в нашей студии в эту пятницу. У этого штамма действительно большое количество новых мутаций. И именно в S-белке это вот шиповидный белок на поверхности вируса, который связывается с рецептором на поверхности клетки. То есть вирус через него проникает в клетку. И здесь есть два основных момента. Первый, что этот белок работает более эффективно, предположительно, чем предыдущая версия его. То есть вирус становится более заразным, он легче передается от человека к человеку. А второе, что эти мутации маскируют вирус. То есть вирус хуже узнается иммунной системой, которая выработалась на предыдущие штаммы, либо на вакцину. И есть опасения, что эффективность вакцин и эффективность иммунитета снизятся. И тем самым опять люди станут больше болеть этим новым штаммом. Но пока это только теоретические разработки. И более того, забегая вперед, все равно такой вопрос будет. Вакцины все равно остаются эффективными. Это уже показано. Да, возможно снижение на сколько-то процентов, но белок, в нем есть такие участки, которые не изменяются. Так называемые консервативные участки. И всегда будут антицела, которые будут вырабатываться на эти неизменные участки. А значит иммунитет всегда, хотя бы частично, будет защищать и от этого штамма. Каждый раз, когда появляется новый штамм, все производители на всякий случай начинают разрабатывать вакцину под этот новый штамм. Потому что в отличие от предыдущих технологий, новые генетические технологии, они позволяют это делать очень дешево и очень быстро. То есть потом уже проводить клинические исследования, это дорого. А вот в лаборатории получить прототип и исследовать его, это, в общем-то, относительно недорого по меркам фармаиндустрии. Эти модификации на самом деле не такие большие. Платформа, то есть шасси вакцин, остается неизменным. Это как вирус гриппа. Каждый год появляются новые вакцины, но они только немножко адаптируются под новые штаммы. А концепция остается. И это позволяет сократить некоторые этапы клинических исследований. Но сейчас, пока об этом речи не идет, пока существующие вакцины, показано, что они достаточно эффективны и против новых штаммов коронавируса. По состоянию на 1 декабря вводя системы QR-кодов заявили в нескольких регионах страны. В Татарстане, как известно, QR-коды помимо общественных пространств также действуют и на транспорте. И хотя в России по итогам ноября фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом более чем на 20%, Волны COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока не создастся коллективный иммунитет, отметила глава Роспотребнадзора. Ранее эксперты заявляли, что формирование этого самого иммунитета возможно при вакцинации более 80% всего населения страны. В Татарстане, по последним данным, обе прививки поставили полтора миллиона человек. Темпы в разных районах разные. Например, Зеленодольские пенсионеры не спешат в пункты вакцинации. Там прививку от коронавируса поставили всего 35% пожилых. Именно непривитые составляют большую часть пациентов больниц. В красной зоне высокогорского ковид-госпиталя побывала Н.Ж. Графиева. Каждый сотрудник здесь входит в красную зону строго в обозначенное время и передает свои обязанности тоже по графику. Сегодня моим проводником станет замглавврача Азат Седуков. Он знаком с каждым пациентом. Это реанимация. Здесь, как и положено, самые тяжелые пациенты. В госпитале ЦРБ их двое и они относительно стабильны. Относительно, конечно же, самого печального исхода. А как у вас в целом состояние, ощущения? В общем-то, легких здесь и не бывает. Все поступают в госпиталь в среднем состоянии тяжести. Здесь 20 палат. Из 72 коек 40 заняты больными. В этих палатах они проводят от полутора до двух недель. Выходить за пределы не разрешают. Вот он, единственный уголок. Кровать, тумба да кислородная маска. Спасибо всем врачам, всем персоналам. Очень хорошо смотрят. Слава Богу, сегодняшние улучшения очень хорошие уже. Пожалуйста, немножко сами себя берегите. Это очень страшная болезнь. А ваше как здоровье? Хорошо. Это уже соседняя палата. Здесь пациенты ждут результаты ПЦР-теста. Как для вас прошел ковид? Ужасно. Насколько ужасно? Пошли лет до 10? 10. Все 10. Мы, главное дело, поставили на ноги. Просто так ковид, конечно, уже не отпустит. Еще долгое время будет напоминать о себе. Последствия врачи выявляют на диспансеризации. Основное поражается бронхолегочная система, так как развивается понимание, поражает сердечно-сосудистая система. Сердечно-сосудистая и в той степени внутренний уровень. Основной акцент делается на легочной системе и сердечно-сосудистой. В Высококурском районе вакцинировано 46% от общего числа жителей. Еще 54% не верят в последствия ковида. И это несмотря на то, что по официальным данным он унес жизни уже порядка 300 тысяч россиян. Энджи Графиева, новости Татарстана. То, что человек, который не вакцинирован, подвергает опасность не только свою жизнь, но и жизни окружающих, это уже выходит за границы личной свободы. Там, где как-то заканчиваются границы личной свободы, начинаются интересы все-таки общества. И если кто-то непривитый заразит окружающих, и кто-то умрет, я не знаю, как такой человек после этого сможет дальше жить. Коллективный иммунитет, он затрагивает всех граждан. И если не рассматривать детей и подростков до 18 лет, это достаточно большой сегмент нашего общества. И, к счастью, дети, конечно, болеют в более легкой форме. И что самое важное, даже если они заболевают, они лучше реагируют на терапию. Поэтому складывается впечатление, что это не страшно, что дети не болеют, это не страшно. На самом деле это не так. Они, во-первых, болеют. Во-вторых, вот даже вот дельта-штамп, который сейчас доминирует в России, он вызывает более тяжелые течения заболеваний и у детей. А в-третьих, дети, даже если они болеют бессимптомно или легко, они являются переносчиками этой болезни. То есть они в школе, в детском саду могут друг дружку перезаразить, вернуться домой к ничего не подозревающим родителям, к дедушкам, к бабушкам. А, например, дедушки и бабушки – это люди из группы риска. У них, если они, не дай бог, подхватят коронавирусную инфекцию, к сожалению, гораздо большие шансы болеть в тяжелой форме. И, к сожалению, повышаются шансы и летального исхода. Просто потому что с возрастом повышается количество людей с хроническими заболеваниями. Так что в данном случае это не только чтобы защитить детей от болезни, это чтобы еще и создать иммунную простую логику для защиты взрослых. Лично я считаю, что такие меры более строгие должны были быть приняты гораздо раньше государством. И соответствующие нормативные акты. Что будет дальше, я предсказать не могу. Это все-таки из области политики. Но без всеобщей вакцинации, ну или, по крайней мере, высокой вакцинации в высоком коллективном имитете, мы не сможем справиться с этой пандемией. А значит, мы будем еще долгое время страдать от вот этих вот ограничительных мер. И более того, то, что, например, вакцинация проходит сейчас медленно, это тоже один из факторов риска. Дело в том, что у вируса появляется возможность адаптироваться. То есть, прыгая от зараженных людей к вакцинированным, он постоянно пытается взломать иммунную систему, подстроиться под нее. И значит, низкая скорость вакцинации, она снижает, в принципе, эффективность компании по борьбе с коронавирусной инфекцией. Просто потому, что могут возникнуть новые штаммы, устойчивые, более устойчивые к вакцинам. Рустам Миниханов поручил Алексею Писошину провести служебные проверки в Министерстве по делам молодежи и Министерстве лесного хозяйства по фактам нарушений, выявленных в ходе антикоррупционной проверки. Как стало известно журналистам, фонд Селет во время организации смены закупил палатки по 85 тысяч рублей По документам их цена составляла 119 тысяч. Таким образом, стоимость палаток была завышена на 2 миллиона 380 тысяч рублей. Фонд Селет работал с Министерством по делам молодежи и субсидировался полностью за счет государства. По информации некоторых телеграм-каналов, основатель Селет Джавдат Сулейманов. Его сын Тимур Сулейманов был заместителем министра по делам молодежи на период закупок. В сентябре его назначили главой ведомства. В целом, по Татарстану отмечается рост зарегистрированных случаев коррупции. Обвинение замминистра МЧС Республики Олега Степущенко в присвоении и растрате многомиллионных средств. Дело о 2-миллионной взятке управляющего региональным фондом страхования Павлом Блохановым, злоупотреблении должностными полномочиями управляющего Ростехнадзора Бориса Петрова. Более 200 подобных дел Следственный комитет довел в этом году до суда. Не уйдет от наказания и бывший министр экологии и природных ресурсов Республики Садридинов. Совместно с сотрудниками уголовного розыска Республиканскому МВД мы установили его причастность к подстрекательству в убийстве местного жителя, которое было совершено еще в 2003 году. Кроме того, мы получили ценные материалы из республиканского УБЭПа, благодаря которым нам удалось доказать причастность указанного лица к получению взяток еще в период 2000-2006 годов на сумму 600 тысяч рублей. По данным прокуратуры, уже в этом году осуждено 175 человек, признанных виновными в коррупции, в том числе 20 сотрудников правоохранительных органов. Некоторые предметы роскоши обвиняемых просто бросались в глаза. Так, советским районным судом Казани удовлетворен иск прокурора советского района города Казани к сотруднику органов внутренних дел о взыскании в доход Российской Федерации автомобиля «Инфинити» стоимостью 1,8 миллиона рублей. Сумма ущерба от всех коррупционных дел оценивается в 456 миллионов рублей, из которых, признанные виновными в махинации граждане, добровольно вернули только 56 миллионов. Большое поле для расследований представляет взаимодействие министерств с подрядчиками, совершающими закупки. Одного из направлений деятельности Министерства по делам молодежи, а именно их взаимоотношений с фондом «Солят», именно вот этот форум в Белярске, все мы видели, наверное, картинки показывали, закупаются палатки. Фактически стоимость этих палаток была завышена на 2 миллиона 380 тысяч рублей. На такое громкое заявление откликнулась пресс-служба фонда «Солят». По ее данным, заменить палатки пришлось на временные, дабы в короткие сроки провести смены. Сам фонд намерен направить претензии поставщику, чтобы он произвел замену палаток в соответствии с документацией до начала нового сезона. Марсей Бигбаев, Сергей Токаленко, новости Татарстана. На неделе стало известно о смене руководства вертолетов России. Холдинг возглавил экс-глава концерна радиоэлектронной технологии Николай Колесов. Предприниматель родился в Казани, долгое время работал на оптико-механическом заводе, позднее 10 лет возглавлял завод «Эликон». Эксперты прогнозируют, что при кольстве в качестве гендиректора холдинга «Казанский вертолетный завод» получит очередной импульс к развитию. За 2020 год на предприятии сдано 39 вертолетов. До конца этого года планируется построить 70 винтокрылых машин. Трасса М-12 «Москва-Казань» может выйти на Китай. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснулин в рамках Евразийского конгресса. Сейчас рассматривается вариант продления этой дороги до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай, сообщил чиновник. По его словам, к 2024 году трасса дойдет до Екатеринбурга и Тюмени. Для Татарстана это будет первая платная федеральная дорога. А возможно, что в ближайшем будущем платными смогут стать и республиканские, и межмуниципальные трассы. Такое постановление принято в Кабинете министров Татарстана 22 ноября. Пока что документ не вводит никаких платежей за проезд, но закладывает фундамент для дальнейших законопроектов, считают эксперты. В целом, по их отзывам, постановление сформулировано расплывчато и без конкретики. Как нам пояснили в Минтрансе республики, данное постановление является подзаконным нормативным правовым актом, принятие которого необходимо в соответствии с действующим федеральным законодательством. В настоящий момент платной дороги в республике отсутствуют, отметили в министерстве. Органы исполнительной власти республики, они подготовили почву. Как она дальше взрыхлится? Что там вырастет? И побегут ли уже потом несчастные грузоперевозчики в кабинет министров за разъяснениями? Или, может быть, со своими жалобами и претензиями? Это вопрос второй. Но такая возможность, конечно, есть. Износ дороги будет меньше. Я, например, приветствую, и пробок будет меньше. Пусть становится, у кого есть деньги, все будут платить, у кого нет, все не будут. В каких-то ситуациях вот эти платные дороги, они спасают. Например, что-то срочное, что-то необходимое. Вот это постановление, действительно, вы правильно отметили, что оно базовое. На основании этого постановления можно будет вводить любой участок дороги, любое сооружение плату. Но какие плюсы? Плюсы, которые обычно говорят, что якобы не будет пробок, и, соответственно, заплати и едь спокойно по хорошей, качественной дороге. Но я бы отметил, что все-таки само понятие платных дорог достаточно дискуссионный вопрос. И я считаю, у нас в России платные дороги – это скорее минус, чем плюс. Нам часто говорят, что в Европе платные дороги, приводят пример. Но я считаю, это некорректные сравнения, потому что в Европе все-таки госнаселенность большая. И на небольшом участке дороги этой дорогой могут пользоваться различные граждане разной страны. Например, тоже по Германии, автобанам, там вся Европа ездит. Естественно, там это обосновано. Что касается в республике, то я считаю, это скорее минус, потому что любая платная дорога в конечном итоге приводит к удрожанию доставки продукции. Это будет минусом для населения. И это может привести к тому, что будет отток населения из тех районов республики в сторону промышленных развитых городов. Может так получиться, что в конечном итоге мы все будем концентрироваться вокруг Казани. В принципе, можно любую дорогу, реконструировав и введя частное государственное партнерство, сделать платной. Сейчас мы все сталкиваемся с пробками. И пример Москвы, когда выехать из Москвы достаточно сложно. Рядом строится какой-то участок дороги, и он делается платным. Конечно, это удобно, не стоять в пробках. Но я бы больше сконцентрировался на том, чтобы этих пробок не создавалось. И все-таки развитие инфраструктуры города и выезда из города было уделено больше внимания, потому что зачастую о тех пробках, которые будут, можно было бы позаботиться заранее. Ну вот живой пример, допустим, те же койки, салмачи, когда там начинался бум строительства этих недорогого жилья. В принципе, тогда уже было понятно, что впоследствии будут пробки. И чем думали, допустим, так скажем, не застройщики, а те, кто давал разрешение на застройку. Есть вопрос, так скажем. Я не сторонник, еще раз говорю, то, что именно платными дорогами можно решить вопросы с теми же пробками и с качеством дорог. Я считаю, есть другие способы, которые не всегда на данный момент используются. Потому что, как правило, те люди, которые сторонники платных дорог, и, так скажем, кто это продвигает, они аргументируют это тем, что они вкладывают вот в этот бизнес-проект деньги и хотят, ну, то есть, как проинвестировали и хотят эти инвестиции вернуть. Но с точки зрения государства я считаю, что инфраструктура, дорога – это честь инфраструктуры, не может быть платной. Потому что, повторяюсь, мы за дороги платим, и платим в том числе и с помощью акцизов, и транспортным налогам, и просто мы платим налоги. Поэтому в данный момент брать еще дополнительные какие-либо деньги, я считаю, нецелесообразно. В топливе у нас есть акциз, который как раз и был введен в свое время для того, чтобы дороги финансировать. В среднем где-то около 500 миллиардов собирается в виде акцизов ежегодно на дороге. Это хорошие, приличные деньги, и вот как они финансируются, насколько они используются, как они расходуются, и насколько они эффективны, это вопрос, на который мы не видим ответ. Потому что, если мы посмотрим на стоимость дорог, они с каждым годом растут, и быстрее, чем инфляция. И я думаю, там есть, так скажем, непаханное поле, как можно сэкономить и, соответственно, потратить больше денег на те дороги, которые недофинансированы. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Тукаевском районе республики с целью предотвращения распространения опасного для пернатых заболевания. Кабинет министров Татарстана издал постановление об изъятии птиц и продукции птицеводства на территории помещений, которые принадлежат фермерскому хозяйству Фролов Эдуард Александрович. Санкции коснутся объектов и поголовья, расположенные в селах Калмаш, Верхний Байлар и в поселке Новый. В зону наблюдения входят территории в радиусе 10 километров от Эпидо-Чага, включая набережные Челны и Мензелинский район. Конкретно, если КФХ Фраурова Эдуарда Александровича, пришлось нам 49 тысяч больших взрослых перепыленных унистаральных. 10 тысяч – это суточных. Еще 171 килограмм продукции перепыленных. Не килограмм, наверное, а килограмм? Да. Килограмм. Да-да-да. 171 килограмм мяса перепыленных и 48 тысяч штук перепыленных яиц. 48 тысяч. Действительно, как уже выше говорил Ренат Электронович, это закрытого типа. Предприятие закрытого типа. Уже порядка 10 лет, которые существуют. И все ветеринарные, санитарные требования, которые у нас прописаны в приказах, правилах, нормативах, федеральных законах, будем говорить, законах, они исполняли. Да, передача происходит через корма, через воду и еще воздушные капли. Ситуация сейчас под контролем. Уже практически с 19 ноября по 22 ноября все поголовья, которые там были, значит, и инкубационные яйца, и продукции, все, и корма, были контакты. Они уже уничтожены путем сжигания. И дефицита Татарстана за счет птицепродукции не будет. Но это перепеленные же. У нас главное, что мы своевременно, вовремя, локализовали этот очаг. Совместно с государственной ветеринарной службой и с помощью государственного комитета Республики Татарстан. У нас, согласно плану взаимодействия, мы регулярно, систематически проводим работу. И среди населения, но в первую очередь среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских ремесхозяйств. Один из факторов передачи является человек. Значит, используя зараженную инфицированную продукцию, он остается же. Вирус, высокопоставленный гриб птиц, он даже до 700 градусов. При даже замораживании десятилетия может сохраниться. Поэтому необходимо, если человек покупает, приобретает, особенно птицы продукции, это касается и семеноводской продукции, зная, чтобы найти, особенно в несанкционных ярмарках, местах, ни в коем случае нельзя покупать. Вот эти вот стихийные рынки, на трассе кто-то вышел стоит. Между домами, да, между домами подъезжать, скажем, подешевле вам мы дадим, в которых отсутствует ветеринарный сопроводный документ о происхождении местности. Особенно у нас это очень распространяется. Исходя из того, что я добавить хочу еще, что у нас в соседних районах, Башкорстаны, большие птицы-фабрики, птицы-предприятия, значит, вспышки были. Вот в Тюменской области 14 населённых пунктов вспышка была, в Оренбургской области 15 населённых пунктов, в Самарской области, в Кировской, в Утмурте практически мы находимся, остались как в острове. Поэтому у нас в соседней регионе сейчас уже много торговцев. То есть держали, держали оборону. Совершенно верно. Это в конце июля это все началось. На сегодняшний день порядка, значит, около 60 вспышек уже высокопоставленных гриппетиз в 19 регионах Российской Федерации. В это воскресенье мы отмечаем День воинской славы России. В этот день, 5 декабря, 80 лет назад, началось контрнаступление советских войск против фашистов в битве под Москвой. Самой масштабной во Второй мировой войне. Именно тогда наступил решающий поворот в ходе войны и истории. Хвалённая гитлеровская армия впервые потерпела серьёзное поражение. Первая победа далась ценой сотен тысяч жизней. С тех боёв не вернулись и наши земляки. Работа по установлению мён погибших в Великой Отечественной войне продолжается и в наши дни. О развитии поискового движения в Татарстане мы говорили в нашей студии в этот понедельник. Одна из структур гражданского общества, это как раз являются общественные организации, которые, наверное, берут на себя ту функцию, ну, может быть, скажем так, резко скажу, которую не до конца выполняют государственные структуры. В том числе поисковики же так и создались. То есть тогда, когда проблема возникла, что, как оказалось, большое количество наших военнослужащих, наших солдат и офицеров остались на полях сражения, вообще просто не убранными, а остались на поле боя. То есть эта инициатива так и родилась. Сначала это были маленькие отряды, которые на свой страх и риск выходили в лес, собирали останки, находили смертные медальоны, искали сами родственников. В принципе, этим я тоже занимался ещё. Вот, знаете, мой первый солдат был найден в 1983 году. То есть всё это было вот на таком, как потом мы стали объединяться в отряды, потом мы стали объединяться уже в общественные организации, которые, понятно, получили возможность зарегистрироваться юридически. То есть, в принципе, у нас основная масса построения, скажем так, общественных организаций поисковых по всей стране, это, наверное, 1991-1994 годы. Любой военный предмет, он всё равно энергетику ту оставил на себе. Я вам честно говорю, что иногда, когда прикасаешься вот к той войне, вот эта энергетика, она проходит всё равно, как бы это ни казалось. Я всегда тоже скептически к этому, всегда относился к каким-то несторонним силам. А всё равно это чувствуется. А ещё чувствуется... То есть, это уже не учебники истории, это уже реальная просто практическая жизнь. Да, мы ещё застали ветеранов ещё, которые, в первую очередь, молчали. То есть, тогда, ну как это, так уж не сильно рассказывали о войне. Именно наши, вот, к сожалению, у меня дед пропал без вести, как бы я его никогда в жизни, да, я не видел и не слышал, только на фотографиях. Ну вот, второй дед, да, он прошёл, как бы не войну, он прошёл трудовую армию, потому что он гражданскую войну воевал. Ну вот, и то они были под оккупацией, и он не рассказывал никогда ничего. То есть, мы уже потом стали, уже когда они стали очень-очень уже старыми, они так немножко стали дозированно рассказывали. Отец рассказывал, как он понимал, он мальчишкой, опять же, был под оккупацией, как он это видел, как это он запомнил. То есть, это всё вот проходило. А когда вот уже мы, поисковики, да, и наши вот ребята, кто вот приходят в экспедиции, и вдруг, посмотрите, находятся, устанавливаются личности, и потом на захоронение, либо уже потом мы передаём личные вещи, медальон, и общаемся с родственниками, это совсем другое восприятие. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова